При правительстве сняла ограничения, которые действовали на территории Красного Луча и Антрацита. Как доложил на заседании ЧСПК главный государственный санитарный врач Дмитрий Докошенко, принятые ранее в этих городах меры дали свой положительный эффект. Отчаг инфекции локализованы, эти территории могут вернуться в действующий в республике режим повышенной готовности. В этих городах снят строгий режим самоизоляции, а также восстановлено дорожно-транспортное сообщение. С нами на связи наша коллега из Антрацита Маргарита Деточка. Снятие ограничений вступит в силу с 23 часов 22 апреля. В режиме строгой самоизоляции город жил более двух недель. Решением комиссии при правительстве был введен строгий режим самоизоляции граждан с обязательным соблюдением требований по использованию средств защиты органов дыхания, а также запреты всех видов передвижения и транспорта. Исключение составлял только спецтранспорт, аварийный и транспорт по доставке продуктов. В целом в Антраците обстановка остается стабильной. На ежедневных заседаниях ЧПК в городской администрации ведется статистика эпид-обстановки. На сегодняшний день 20 человек сняты с контроля, 30 поставлены на учет. Под динамическим наблюдением медиков находятся 308 антрацитовцев. В город регулярно поступают продукты питания и товары первой необходимости. Медики зарегистрировали 48 случаев заражения новой вирусной инфекцией. Последние случаи заражения новым вирусом были выявлены в Первомайске, Стаханове и Свердловске. Выздоровевших 7 человек. Один из пациентов скончался от хронического заболевания. По данным Министерства здравоохранения, причиной смерти пожилого мужчины стала сердечно-сосудистая патология. Пациент возрастной, 74 лет, но он являлся носителем ковид-инфекции. То есть он как контактный был заражен, но причина смерти его в основной патологии. Он был хроническим пациентом, декомпенсированный по сердечно-сосудистой патологии. Продолжение следует...